В предыдущем видео я уже снимал на Volkswagen ремонт порога на следующей покраске, но там получил скомки и не совсем все понятно, у многих возникли вопросы. Поэтому перейдя на другую сторону я решил заснять более подробно и немного прояснить некоторые моменты. Показал вам дырявый пол, а теперь смотрим порог, где большая дыра снизу, видите, я подхватываю и буквально могу оторвать обрушение порога. А сейчас посмотрим, что происходит внутри этого порога. По трубе порог, что мы наблюдаем? Наблюдаем мы гнилые усилители, гнилые стоечки, соединители пола, но вышли довольно-таки много дыр, гнилые по-моему, порога вообще практически нет. С чего начать? Да очень просто. Берем к нему отрубило и начинаем отрубать видимые гнилые части. К нему отрубило не то круто, но оно еще и помогает освободить от заводского герметика железо. От сотрясения герметик отваливается сам. Многие не отвалятся, значит поможет ему. Поверхность герметиком на вид может оказаться целой, но под ним может вполне обнаружиться железо. Необходим тщательный осмотр для того, чтобы обнаружить очаги коррозии. Есть какие-то правила по выполнению заголовных работ. Эти правила фактически необходимы даже для лучших удобств. А также для легкого доступа к ремонтной зоне. Нежелательно, чтобы ремонт нового участка перекрывался другими деталями. Поэтому кузаной ремонт я начинаю от середины и заканчиваю в крае. Вот как в данном случае, начали мы с ремонта пола. Отремонтировав полы, подвариваем соединитель порога с полом. Кант соединителя выводим на тот уровень, где будет в дальнейшем соединяться у нас порог. Затем начинаем делать внутренний усилитель порога. Усилитель порога представляет из себя полосу железа на всю длину порога. Но так как такой длины железа у меня нет, да и сам усилитель имеет какую-то форму, у них просто плоский лист. Мне проще сделать этот усилитель из двух-трех пусков железа. В принципе, работа несложна, но ее сделать надо. Эти усилители дают большую жесткость порога в том случае, когда автомобиль поддомкачивает. Но тут меня все железо, не только усилители, конечно. И поэтому мы будем уверены, что ваш домкрат уже не уйдет во внутрь этого порога. Кроме того, в таких нагружаемых точках косынки делаются из более толстого железа. Все должно быть хорошо зачищено для более качественной сварки. researchное пакет Ну и последняя операция. По кузовым работам приварить нужно порой. Форог закрыли антигравием, в свою очередь на который положили лоб. После того как все это высохли, приклеили накладки форогой на стекольный генетик и оставили сушить.